Без крыши над головой. Жильцы двух домов по улице Катышева вот уже два месяца живут без кровли. В начале марта строители начали делать капитальный ремонт, сняли шифер и просто исчезли. В конце апреля проливной дождь залил все квартиры. Люди понесли огромный ущерб. Почему ушли строители и кто будет нести ответственность, расскажем в нашем сюжете. Фактически без крыши над головой жильцы двух домов по улице Катышева живут уже два месяца. Как итог, затопленные подъезды и квартиры. Роман Кинг показывает, какой силы в ночь на 28 апреля в их квартире был потоп. Ни одного сухого места в помещении не было. Размокли пол, потолок и стены, отошли обои, разбухла мебель. Новый ремонт придется переделывать полностью. Это виниловые обои и вот так у нас по всей комнате текли ручьи вот по стыкам. Видно даже. Причем начали звонить, звонили раз пять в аварийно-диспетчерскую службу Левое бережье. Они должны были приехать, что-то сделать. Они сказали нет, разбирайтесь сами, мы приедем на следующий день. Проводка искрила по всему дому. Только чудо уберегло людей от несчастного случая. Проводку каротил, у нас батареи бились током. И мы собирали воду, 10 часов считай, 28-го. Сутки не спали, собирали воду. И 30-го тоже собирали. Ни света, ничего. У Светланы Деркач квартира находится на первом этаже. Но даже это не спасло ее от потопа. Вот представьте, что было на втором, это же на второй, когда шел дождик всю ночь. Все, что было, стазики, плошки, поварюшки. Даже мы ставили тарелки, потому что оно бежало везде. Эти дома на улице Катышева по суду получили право на капитальный ремонт крыши. Заказчиком стала компания «Омскэлектро». Она, в свою очередь, на аукционе выбрала подрядчика – компанию «Промбетон». Эта организация на дом зашла в начале марта. Работа велась две недели. До середины марта они разобрали нам половину крыши и бросили. Собрались просто и исчезли. И мы сидели полтора месяца без крыши до 28-го апреля, когда нас первый раз затопило. Сначала, как известно, начался период самоизоляции, и строители перестали работать. А потом и вовсе отказались от завершения ремонта. В итоге люди остались без крыши и получили существенный урон и без того ни новым квартирам. В «Омскэлектро» жильцам сказали, что сейчас будут искать нового субподрядчика. Вот сейчас мы подшиманим вам, чуть-чуть крышу затянем, чтобы вас не затопило как-нибудь. Но надолго, мне кажется, этого тоже не хватит. И говорит, и ищем подрядчика, будет известно в конце мая. А где конец мая, там, мне кажется, и конец августа. Безусловно, люди пойдут в суд, чтобы взыскать с подрядчика материальный ущерб. Но на это уйдут и деньги, и время. В свою очередь депутат от КПРФ Иван Федин на заседании Омского городского совета рассказал о проблеме коллегам и привлек внимание городских чиновников. Городские органы власти – это администрация, это управляющая компания городская, это Омскэлектро-муниципальная компания. Они должны все нести ответственность за проведение ремонта. Одни подрядную организацию искали, другие текущим ремонтом, содержанием жилья занимаются, тоже поддерживают должны фонд в надежном, надлежащем виде. Третьи собирают фонд капитального ремонта. Жильцы этих домов шокированы поведением городских чиновников, которые допустили такую ситуацию. Почему российская система устроена таким образом, что людей могут просто бросить? Неужели за это никто не понесет наказание?